Всем приветики! Я хотел бы показать вам, как заменить сифон на умывальники. Дело в том, что у меня он сломался. Я его сломал, когда чистил и купил новый. Вот он сифон сантехнический. Вот он устанавливается. Сейчас мы его установим. Это все, что идет в комплекте. И все это нам понадобится. Инструкции здесь, кстати, нет. Единственное, что здесь есть, это вот такая вот штучка, на которой примерно нарисована, как она должна собираться. Ну и все. Дальше вы уже, когда устанавливаете, собираете сами. У меня такой сифон стоял раньше, но он засорился. Я его разобрал, чтобы почистить. И когда собирал, пережал вот эту вот штуку и здесь вот треснуло. Начало течь как бы. Ну и поэтому пришлось купить новый. Ну и сейчас мы его установим. Ну, в общем, вот он мой умывальник. Вот он старый. Старая конструкция. разобранная. Там уже дырка. Вот она идет, дырка здесь. И устанавливалась она сюда. Там столько грязи, кстати, было. Ну и получается сюда, в эту трубу, которая у вас под раковиной, вставляется вот эта трубка, которая идет из комплекта. Просто вставляется туда максимально глубоко. Всё, пока что так. Дальше, в принципе, можно установить в умывальник. То есть, это мы оттуда перемещаемся сюда. Берем вот эту железную штучку, под нее ложим резиночку такую для уплотнения. Здесь как раз такое вот уплотнение. ложим сюда резиночку. Вот она. Которая будет прижиматься железячкой. Вот. В принципе, разницы нет, какой стороны резиночку ставить она одинаковая. Ну, просто так, чтобы прижать железячка, чтобы ничего не протекало. туда устанавливаете. А снизу вам нужно взять вот эту штучку и положить на нее тоже резиночку, чтобы она тоже не протекала. И прижать сюда. А дальше вкрутить сверху вот сюда болтик. вот этот болтик. Вставляете его сверху. И просто накручиваете вот сюда. Вот эту штучку. Получается, вы... А здесь есть какой разницы поставить резинку? Здесь вот есть такое ямочка, как бы, видно такое углубление. И здесь на резиночке тоже видно такой вот зазорчик. Вот это задал зазорчик. Вот он должен быть в яме. Ну, то есть, он должен ложиться таким вот образом в эту вот ямочку. Здесь есть такая ямочка углубления. И есть тоже есть такая выпуклость. Оно должно только отложиться. И вот этим вы уже прижимаете. Начинаете накручивать. Причем крутите, а не болтик, а снизу крутите. Вот. И когда... Сверху болтик держите пальцем, а снизу просто крутите. Ну, в общем, чтобы так проще было. Хотя, оно уже и застряло. Не хочет крутиться. Видимо, новая. Нужно взять отверточку. Ну, вообще, старую я, получается, сначала сверху отверточкой открутил, а потом снизу от руки она быстро раскрутилась. Ну, в общем, пока она новая, от руки она не крутится. Пришлось весь этот болт вручную отверткой, ну, сверху крутить и медленно прогонять до верха, до самого. Это очень долго. Зачем такой длинный болт? Непонятно. И получается, вы когда просто крутите, ну, пока она еще идет, особо можно не заморачиваться, как крутится, так крутится. Но когда она уже подходит к самому верху, тогда здесь держите ровненько, чтобы оно вот везде ровненько было. И так же, так же здесь ровняете, чтобы вот эта прокладка авторопластовая нигде не торчала, ни с какой стороны. Чтобы она ровненько была, со всех сторон более-менее. У меня тут торчит немножко, но это, скорее всего, из-за того, что когда я зажимал, она уже вылезла, потому что так оно более-менее нормально было. Ну, все, что можно ослабить, поправить и снова поджать. Вот. Дальше выберете вот эту штуку, надеваете на нее резинку. Со всех сторон. Ну, чтобы она ровненько была. Вот, получается. Таким вот образом, чтобы она ровненько везде села. Потом крышечкой закручивается. Там, кстати, на крышечке, она вот здесь вот ужмется резиночка. И все. Хотя нет, я ошибаюсь, не здесь. А вот здесь вот. Вот она. Вот она место, где резиночка ужмется. Вот. Вы закручиваете. И вот резиночка там ужимается. Все. Так. Дальше вы берете вот эту палочку, надеваете на нее резиночку до самого конца. Вот. Затем такую вот крышечку по размеру. По размеру сюда что-то подходило. Вот так. После чего вы берете еще одну такую крышечку, не одинаковую. Надеваете с другой стороны. Ну, то есть вот с этой стороны резиночку надеваете и крышечку одеваете. Вот с этой стороны вот так вот делаете. Надеваете вот эту резиночку и крышечку тоже по размеру, но они одинаковые. И здесь уже накручиваете наш сифончик. Ну, вставляете его туда. И закручиваете. Сколько там надо вставить его. Так. После чего надеваете сюда. По сути, здесь оно должно быть вот так. О, вставится туда полностью. Так. И дальше начинаете накручивать. Резиночка черненькая там. Вот здесь внутри лежит. И вы прижимаете. Но не до конца. А, чтобы еще повернуть сам сифон. То есть у меня он с той стороны будет подключаться. И вот я поворачиваю в бок. Потом, когда вы повернули там, как вам надо, сверху уже зажимаете. Вот здесь вот. Все сверху зажали. Ну, а дальше здесь у нас уже все собрано. В принципе, вот здесь вот можно поджать. Либо длину выставить, какую вам надо. И перейти к той трубке. Ну и вот мы перешли к этой трубке. Она, кстати, может увеличиваться. То есть, если вы ее потянете, она раскроется, станет вон какой длинной. Можно повернуть ее. Наоборот, сжать можно. То есть, эта трубка может только уменьшиться. То есть, вы ее сжимаете, нажимаете, тянете, и она растягивается. Ну, дальше поворачиваете. Вот. И на нее тоже получается надевать вот эту штучку, гаечку, и вот это резиновое кольцо. Ну, а дальше вставляете ее туда, внутрь. Чтобы оттуда могло уходить. Все, она дальше уже не идет. То есть, вот это вот оно так входит и упирается. Ну, и все. Прижимаете. Вот такое вот строение. Ну, а дальше зажимаете просто. Все, здесь зажимаете, чтобы она туда не протекала. Резинка эта. Ну, и тут тоже зажимаете. Придерживайте, хотя не, сверху подержать не придется. Я думаю, может, и сверху придется. Зажимаете сверху покрепче. Чтоб оно, ну, не болталось, в принципе. Оно все равно болтается как-то. Ну, надеюсь, протекать не будет. Вот. Ну, в принципе, все. Вот такая установка. Можно сейчас включить воду, проверить, будет течь или нет. Если будет течь, тогда поджать. Но, по идее, уже не должно крепко зажато. Момент истины. Включаем. Сверху подкапывает, надо поджать. А здесь не капает. Все нормально. Капает только с самой. Вот тут плохо зажато. Ну, в таком случае просто берете подкручиваете немножко. Ну, я просто уже подкрутил. И вот таким вот образом просто поджимаете. Я уже оборота 2-3 сделал. Это четвертый. Ну, и в принципе, все. Можно попробовать снова. Ну, видно, что ничего не течет. Так. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Далее Далее Ваша прокладочка Должна усесться внутрь под железкой И железка должна Когда вы закрутите ее Ужаться полностью Спрятав под собой прокладку И не оставив никаких зазоров Как у меня вот здесь Даже много с ней влазит Нет зазора Я так зажал Что все уже Зазор не зажал Нету зазора Разве что здесь Прокладочка торчит И там есть небольшой зазорчик Между выходом прокладочки Вот здесь Нужно будет перекрутить И переделать Ну вот Ну там в принципе Такая вот установка Все Ничего сложного Вот оно Все устройство Ну и теперь в принципе Даже уже сейчас Хоть оно и торчит Я включал воду Уже нормально Ну не капает Хотя нет Все равно капает В общем Снял я сифон Получается Вот почему у меня течет На раковине Такая вот выемка Снизу Вот она Она видна Неровная Вот здесь такое Палец туда проседает Поэтому здесь была Засиликонена Чтобы типа Выровнять поверхность Здесь весь Ну оно видно Неровное Вон оно Вон оно Вон оно Впадина такая И вот отсюда У меня вода Течет получается Резинка везде Прилегает Ровненько А вот здесь Она не может Ровно прилечь Потому что Здесь ямка И получается Здесь лежит Резиночка А здесь такая щель Вот она ямочка Вот это вот Он как туда палец Залазит Он как Залазит Поэтому течет У меня кажется Раковина Кривая Ну Неровная Выбоина Здесь есть Но на выемке И поэтому течет И здесь надо Тоже Либо Чем-то таким Намазать Чтобы выровнять И тогда Оно будет Ровненько прилегать И че еще не будет То есть По сути Установка была Нормальной Хорошей Правильной Просто из-за Особенностей Раковины Течет Если бы не было Этой выемки Вот этой Вот она То они текло бы Так что Такие вот делишки Ну в общем Замазал я И теперь все выглядит Вот так вот Как я и говорил Все полностью прилегает Нигде ничего не торчит Вообще ничего То есть полностью Пролегает Со всех сторон А это все Что это потом Уберется Вот это вот Что она Здесь На пальцах Она уберется А тут уже прилегает Ровненько все Ничего не торчит Хотя в принципе Тут-то не важно Есть зазор Или нет Все равно Что она туда попадает И единственное Что держит Чтобы не протекала Это вот эта вот резинка Получается Там не важно Ну типа есть зазор Нету Она все равно Будет попадать сюда Это просто для красоты И все И уже не течет Со всех сторон Подмазано И уже не течет Можно Можно сейчас Воду включить Посмотреть Тут же Напорность Большой Большой Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok